Благовестие во время Евро-2012, 12 стратегических программ, 1200 церквей, 12 тысяч лидеров в служении, 12 миллионов людей, которые услышат Евангелие. С 8 июня по 1 июля 2012 года пройдет чемпионат Европы по футболу. Евро-2012 – грандиозное событие для Украины. Каждый житель страны, кто-то меньше, кто-то больше, будет вовлечен. Тысячи волонтеров, сотни тысяч болельщиков из Украины и других стран, миллионы телезрителей, прикованных к Украине – все это Евро-2012. Церковь не может оставаться в стороне. Христиане должны включиться в социальные служения и благовестие в дни чемпионата Европы по футболу. Проект «Дороже Кубка» – это партнерство различных динаминаций, церквей и организаций для одной цели – благовестие во время Евро-2012. Я думаю, что это обязанность церкви. Тогда, когда страна открыта, когда врата со всех сторон открыты, будут к нам приезжать люди, спортсмены. Первое – молиться. Второе – показать гостеприимство наше. И действительно засвидетельствовать о том, что вера в Иисуса Христа, она приводит к победе. 16 лучших команд Европы и миллионы болельщиков приедут в Украину ради Кубка. Но лишь одна команда получит награду. Наше послание для футболистов и болельщиков – показать, что дороже Кубка. Я верю, что Господь имеет прекрасный проект для Украины. Украину Бог любит и имеет для нас великое благословение. И Украина должна стать центром духовного восстановления всей Европы. Можливо, это начнется с Евро-2012. Во время чемпионата по футболу мы планируем распространять Евангелие с помощью ресурсных материалов такого характера, как печатные издания, это видеоматериалы, это личные карточки футболистов со свидетельствами. Это разного-разного рода материалы, которые можно поместить как Евангелие, так и интересную спортивную информацию для любителей спорта. Но наша первостепенная задача и наше желание – это снабдить церкви материалами для благовестия. Иисус призывает нас к тем людям, где бы они ни были. А Евро-2012 – это будет именно то место, где соберутся люди. Иисус всегда будет там, где есть люди. Это то, что Он ожидает от нас. И я думаю, что в этом простом практичном проявлении доброты, как, например, раздача воды, есть большая сила. Ты просто даешь воду тем, кто жаждет, и делаешь это во имя Иисуса Христа. Это открывает огромные двери к благовестию. Футбол – это то, что поможет построить отношения с людьми, которым можно служить и говорить о Христе. И я считаю, что это очень хорошая, современная форма евангелизации, которую мы можем все поднимать, и это работать через спортивные какие-то заходы. Альянс Украина без сирот – это объединение многих организаций, многих служений, церквей в попытке сделать нашу страну страной без сирот. На самом деле дети, которые сейчас живут в интернате, они себя чувствуют именно таким образом. Для них это ощущение, что игра уже проиграна. Это наша задача, как христиан, сделать такое событие в жизни ребенка, после которого он будет знать, что Бог заинтересован в его победе. Евро-2012 для этих детей сможет стать символом перемен в их жизни. Евро-2012 – грандиозный праздник, который пройдет в Польше и в Украине. Моя мечта в том, чтобы мы смогли организовать специальные зоны без алкоголя или без табака, зоны без сквернословия, где молодежь христианская сможет разбить всю эту фан-зону на сектора работы с детьми, с подростками, с молодежью. А в перерывах между играми сможет транслироваться же и свидетельство спортсменов, христиан. Мы призываем все церкви, все областные объединения, все союзы к тому, чтобы максимально много населенных пунктов в июне 2012 года получили такую христианскую фан-зону, на которой разместятся и все наши социальные проекты, и самое главное, где будет проповедоваться Слово Божие. Десятки и сотни миссионерских команд приедут из-за рубежа, чтобы послужить вместе с нами. Все это проект Дороже Кубка. Моё пожелание, чтобы церкви действительно в молитве получили ответ от Бога, что они могут сделать в самом проведении чемпионата. Во-вторых, надо открыть двери для молодежи, доверить молодежи. На протяжении 10 лет я имею опыт в организации спортивного служения в Украине. И на этот момент я убедился в том, что через спорт можно благовествовать. Евро 2012 станет таким моментом, где мы можем мотивировать других верующих, независимо от их динаминации, конфессий, тоже начинать в своих городах спортивное служение. И методы для этого есть различные, специально созданные комитеты для того, чтобы помочь другим людям организовывать спортивное служение непосредственно на местах. Сейчас, на данный момент, любительским спортом никто не занимается, и как раз мы, верующие, можем это сделать. Это не нужно никаких сильных материальных вложений, это просто нужно желание и внимание к молодым людям. Теперь пришло просто время, когда мы можем что-то сделать и в этом направлении. Но нужно очень хорошо взвести все, чтобы это создавало действительно гармоничное движение всего народа, всех христиан, чтобы это не вызывало каких-то чрезмерных, ненужных кривотолков вокруг этого. Подробная информация и новости проекта «Дорожа Кубка» на сайте закубок.инфо. Как церковь может принять участие? Первое. Зарегистрируйтесь на сайте. Второе. Ознакомьтесь с информацией о проекте и проинформируйте всю церковь. Третье. Молитесь об успехе проекта «Дорожа Кубка». Четвертое. Держите связь с ответственным за проект в Вашем союзе. Подробная информация и новости проекта «Дорожа Кубка» на сайте закубок.инфо.